Так, всем здравствуйте! Я всех приветствую! Сегодня у нас очередная лекция, которая будет посвящена суперфудам, уникальным продуктам водорослей хлорелла и спирулита. Как обычно, вопросы все я буду смотреть, все ваши комментарии в чате, да, буду отвечать. Мне нравится, когда вы участвуете в беседе, да, когда у нас с вами какой-то диалог получается. И, кроме того, если вдруг какие-то есть помехи со звуком или с изображением, вы тоже обязательно давайте знать. Мы тогда будем как-то устранять неполадки, если вдруг что, потому что у нас идет запись. Итак, два уникальных... Один уникальный продукт, содержащий водоросли хлорелла и спирулина. По традиции представлюсь. Меня зовут Литвин Ольга Александровна. Я врач, практикующий нутрициолог, являюсь преподавателем в университете персонализированной диетологии и нутрициологии. Почему спирулину и хлореллу называют уникальными продуктами-суперфудами? Да, всем здравствуйте еще раз, кто заходит. Это на самом деле так. Будем сейчас разбирать. Что касается спирулины и хлореллы, это такие водоросли. Водоросли достаточно давно известные, да. Водоросли, которые еще в древние времена, ацтеки, ели, добавляли к себе в пищу в достаточно больших количествах, да. Потому что это не только ценный источник клетчатки какой-то, да. Потому что мы привыкли, что зелень, все зеленое, это клетчатка, какие-то витамины, да, полезные вещества, полезные волокна. Но кроме того, спирулина и хлорелла – это водоросли, которые содержат огромное количество белка, причем хорошего, полноценного белка со всеми незаменимыми аминокислотами, несмотря на то, что это растительная пища, да. То есть там на 100 грамм водорослей может быть, например, у спирулины даже выделяют до 65% белка. Понятно, что сейчас мы это применяем часто как добавки, не едим в таких больших количествах, чтобы этим можно было заменять приемы пищи. Но раньше люди, по некоторым оценкам историков, люди ели в достаточно больших количествах, и это в некоторых регионах даже могло быть основным источником белковой пищи. Что касается космонавтов, это тоже не миф, когда мы говорим, что это еда космонавтов, потому что когда были открыты уникальные свойства данных видов водорослей, конечно, началось изучение, начали проводиться различные исследования. И когда увидели, насколько это ценный продукт, то данные виды водорослей даже стали добавлять в еду космонавтам для того, чтобы у них повышали жизненные силы, иммунитет, да, как источник хорошего белка и всех компонентов белковых, незаменимых аминокислот, витамины, минералов, большое количество антиоксидантов. Поэтому на самом деле в пище космонавтам есть в том числе и данные суперфуды. О них на самом деле сходят различное количество легенд и слухов. Так, но одно мы знаем, что природа подарила нам такой способ сохранения молодости, красоты, здоровья на долгие годы, и поэтому, как говорится, грех этим не пользоваться. Хорошо, что теперь в 21 веке мы имеем возможность обогащать свое питание разумно с помощью различных добавок, и в том числе спирулины и хлорелы. Теперь давайте сразу посмотрим, что это за продукт, да, как он выглядит. Возможно, уже многие с ним знакомы, да, напишите, кто-то, может, уже применял, покупал, почувствовал какое-то на себе действие, или, может быть, сейчас пьет, и в рацион питания своей семьи включил вот как раз таки от Фейберлик хлорелу и спирулину. Да, если да, пишите, очень интересно. Ну, давайте посмотрим. Да, отлично. Хлорелла и спирулина – это такая добавка, которая содержит… Это не порошочек, то есть такие таблетки, но здесь именно на упаковке написано порции. Вы знаете, что порции, в принципе, то же самое, что таблетки, просто в БАДах обычно таблетки, согласно некоторым правилам, понятие как таблетки не употребляется. На самом деле это таблетки, которые содержат половину состава спирулина, половину хлорелла. Это лидеры, конечно, по содержанию полноценного растительного белка. То есть более 50% каждой таблетки – это аминокислоты. А с помощью аминокислот мы знаем, что наш организм может замечательно выстраивать полноценные хорошие белки. Ну и, конечно, уже из предыдущих лекций вы знаете, что если в организме белка недостаточно, или если белок неполноценный, то страдает весь организм, потому что белковые молекулы – это практически все, это строительный материал нашего организма. То есть это все ферменты, все химические реакции, строение клеток – все это завязано именно на белке, на белковых молекулах. Теперь давайте поговорим отдельно про хлореллу и про спирулину. Чем же так нас заинтересовали, вообще человечество заинтересовало данный продукт? Хлорелла – чемпион по содержанию хлорофила. Хлорофилл – это зеленое золото, молекула по составу своему построению химическому идентична молекуле гемоглобина. То есть она очень-очень похожа. Мы знаем, что в теле человека есть клетки эритроциты, в которых содержится гемоглобин. То есть такие белковые молекулы, в центре которых содержится железо. Основная их функция – перенос кислорода по всем органам, по всем тканям. Если недостаточно как раз-таки гемоглобина, то страдает полностью весь организм. У растений такой аналог гемоглобина – это хлорофилл. То есть это тот пигмент, тот белок, который дает зеленый окрас растению. И, как тоже выявили многие ученые, хлорофилл играет важную роль не только для растений, но и в организме человека. То есть он обладает антиоксидантными свойствами. То есть он может бороться со свободными радикалами, которые разрушают со временем наш организм. То есть благодаря хлорофиллу мы можем продлить нашу молодость, наше здоровье. Потому что хлорофилл также обладает противораковым действием. И способен оказывать мощное противовоспалительное действие. Ну и очень важен для нашей кровотворной функции кровеносной системы в том числе. Известно, что регулярное употребление водорослей хлореллы обогащает организм различными витаминами и минералами в сбалансированной пропорции. То есть спирулина содержит, например, 12 витаминов и 14 минералов. А хлорелла богата широким спектром витаминов. Содержит кальций, калий, железо, цинк, магний и фосфор. Если мы поговорим более подробно про спирулину, например, то это такая цианобактерия. Или называют еще синие-зеленые водоросли. Это такие маленькие водоросли в природе натуральной растет спирулина в озерах, то есть в пресноводных водоемах. Это не морская водоросль, именно в щелочных таких озерах. И в большом количестве вот в естественной природной среде, в топических странах Африки и Центральной Америки. Ну и, конечно, зная, какие полезные и богатые свойства несет данный вид растений, водорослей, люди стали создавать даже целые плантации и дополнительно выращивать, например, спирулину для того, чтобы далее обогащать им рацион человека, ну и в том числе рацион животных. Потому что это полезные микроорганизмы, полезные такие цианобактерии, которые добавляют не только в пищу космонавтам, в состав каких-то БАДов, в корма в том числе добавляют тоже, потому что большую пищевую ценность имеют, как вы уже понимаете. Кроме того, что важно, например, в спирулине содержится большое содержание бета-каротина. Что у нас такое бета-каротин? Это предшественник витамина А. То есть витамин А, который мы из растений получаем именно в форме бета-каротина. И он у нас в организме преобразуется уже в витамин, собственно, витамин А и в различные его формы. И поэтому, конечно, если вот даже так оценивают количество на 100 грамм витамина А в спирулине, да, и в каких-то животных продуктах, то по оценке некоторых научных лабораторий в спирулине содержится большее количество, большая концентрация витамина А, чем, например, в сливочном масле, да, или в сыре. И это такое существенное для нас замечание, да, потому что, возможно, это продукт будущего, который не содержит там насыщенных жиров и каких-то других отрицательных моментов, которые мы в настоящий момент пытаемся снизить содержание, да, возможно, будут больше обогащать в нашей стране спирулиной какие-то продукты питания, мы будем более здоровы. Но в настоящий момент мы можем взять здоровье под контроль, свои руки и самостоятельно обогащать рацион свой, своей семьи полезными витаминами, минералами, полезными добавками. Так, что еще интересно сказать? Помимо витамина А ретинола в спирулине, например, содержится большое количество витаминов группы В, разных витаминов группы В, да, а у нас уже была как-то лекция с вами по данной теме, и вы знаете, что витамины группы В участвуют тоже практически во всех реакциях биохимических нашего организма, особенно заслуживает отдельно нервная система, которая без витаминов группы В не может нормально существовать, да. Поэтому витамин С, Д, Е, кальций, фосфор, магний, цинк, множество различных минералов содержится. То есть водоросли – это такая кладезь всех витаминов, минералов, аминокислот, концентрат такой, да, который мы можем есть, пить и оздоравливать свой организм. Так, так, что касается исторических еще данных, известно, что спирулина была известна и существовала на планете примерно еще 3,5 миллиарда лет назад. То есть когда не было практически ничего, когда не было людей, была уже спирулина. И поэтому, ну, такая-то большая ценность была. Далее уже в питании различных групп животных. Так, кроме того, в водорослях содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, да. Вы знаете, такие кислоты, группы, как омега-3 жирные кислоты, омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты и другие, да, и различные именно фракции, которые являются незаменимыми в нашем организме. И что еще важно, из витаминов, например, жирных кислот, содержится витамин К, который способен разжижать кровь. Но мы еще поговорим об этом свойстве, да, именно данных, данных водорослей. Так, мы поговорили про витамины, про витамины, минералы, про спирулину. Здесь еще есть информация, что спирулина содержит 12% фикацианина, да, и является источником цианокабаламина. То есть это что? Это витамин В12, который на самом деле, что мы знаем, что он содержится только в животной пище. На самом деле есть еще и такие растительные источники, да, если мы водоросли будем называть растениями, хотя тоже здесь ученые спорят то же самое, что и по поводу грибов, что тоже касается и некоторых водорослей. В какой группе они относятся, либо их вообще отдельно вынести в отдельную группу животных, живых существ, скажем так, да. То есть здесь содержится витамин, который обычно мы привыкли получать из животных источников питания. Это важно особенно для вегетарианцев, для людей, которые не приемлят животные продукты, да, у них часто развиваются различные, так, у них часто развиваются различные дефициты, да, по витаминам, минералам, например, там, железо из витаминов группы В, вот В12 в первую очередь. Да, и это мы можем компенсировать с помощью водорослей в том числе. Витамин В12 необходим тем, кто употребляет продукты, да, не употребляет продукты животного происхождения, что я и говорила, веганы и сыроеды. Хлорелла известна своими очищающими свойствами. Она помогает выводить из организма шлаки и токсины. И хлорелла способна очищать, если так грубо говоря, на желудочно-кишечный тракт. Водоросли, что касается и спирулины, и хлореллы, они обладают яркими, ощелачивающими свойствами, да, и при регулярном употреблении это свойство их позволяет как раз-таки продлевать молодость, красоту, увеличивать продолжительность жизни, ну и, конечно, качество жизни. Если мы еще поговорим немножко про хлореллу, да, про вот другой тип водорослей, то она была вот открыта в 1890 году в Дании микробиологом Мартином Берингом, и после этого получила широкое распространение по всему миру. Особенно подхватили это веяние такие страны, например, передовые в плане здоровья, например, как Япония. Я думаю, вы все знаете, что в Японии самое большое количество долгожителей, и это неспроста, это учитывая их менталитет, образ жизни, их настрой, конечно же, их питание, и, наверное, это одна из таких более осознанных стран, где уже давно-давно ввели в регулярные врачи, то есть рекомендуют различные БАДы, различные добавки к питанию, и известно, что как раз-таки хлорелла, спирулина, этими водорослями уже более 50 лет в Японии обогащают обычные продукты питания, то есть это не считается там какой-то БАД, что-то непонятное, это обычная добавка к пище, которую правительство в том числе рекомендует, и система здравоохранения для обогащения продуктов, таких как хлебобулочные все изделия, молочные изделия, да, тем самым люди в большом количестве получают полезные вещества, то есть нет таких дефицитных состояний у людей, да, и поэтому неудивительно, что именно в Японии, если там где-то продолжительность жизни 40, 50, 60 лет, ну это когда-то я говорила 40, да, 60 лет, то там долгожительность, средняя продолжительность бывает у женщин, по-моему, 90 лет, но это данные такие пятилетние давности, не знаю, что сейчас, но я думаю, не меньше, то есть в любом случае 90 лет средняя продолжительность жизни – это достаточно много, это говорит о том, что серьезно люди и правительство занимаются именно оздоравливанием, здоровьем людей, и здорово, я надеюсь, что когда-нибудь у нас такое тоже будет, да, не будут бояться каких-то добавок, новшеств, а будут тоже думать, как обогатить рацион какими-то компонентами, тем более натуральными, природными, которые не вызовут каких-то негативных последствий, например, такие, как спирулина и хлорелла. Так, вернемся к нашему препарату, который содержит хлореллу и спирулину. В упаковке содержатся, я буду говорить таблетки, да, там написано порции, я буду говорить понятнее, потому что все-таки, когда вы откроете упаковку, вы увидите такие темно-зеленого цвета, кругленькие таблеточки, то есть спрессованный концентрат спирулины и хлореллы. 200 таблеток, они идут на 30 дней. Я объясню, почему на 30 дней. Итак, масса 100 гамм – это 200 таблеток по 500 миллиграмм. Способ употребления для взрослых производитель дает как 6 таблеток в день, то есть можно в один прием принимать 6 таблеток. Вообще, если мы посмотрим различные исследования, да, которые касаются данного типа водорослей в питании человека, то там дозировки были где-то от 1 грамма до 5, даже до 10. То есть это допустимые дозировки в день, которые на самом деле способны обогатить рацион, и организм будет чувствовать, он получит значимое количество витаминов, минералов и незаменимых аминокислот. Поэтому 6 таблеток – это нормальная порция. Поэтому мы говорим, что упаковки хлореллы и спирулины хватает примерно на месяц употребления. Давайте теперь еще поговорим более подробно, какие показания, когда мы можем применять, в принципе, этот препарат, когда мы можем его кому-то рекомендовать. Конечно, я могу сейчас сразу сказать, что мы можем его постоянно принимать как добавка в пищу, если у нас нет каких-то индивидуальных особенностей, непереносимости и других противопоказаний. О противопоказаниях я еще тоже чуть позже поговорю. Небольшие, но они все-таки имеются. Итак, если у человека понижен гемоглобин, есть анемия, конечно, здесь есть показания. Мы не говорим, что мы с помощью хлореллы и спирулины именно этот препарат для лечения анемии, конечно, нет. Но в этот период, когда мы будем устранять нашу анемию или даже латентный дефицит железа, мы можем в этот период добавить в рацион хлореллу и спирулину, потому что она будет способствовать кроветворению, да, и производству, синтезу нормальных, качественных эритроцитов. Далее. При высоком холестерине, если у человека нарушен обмен веществ, если тем более есть повышенная масса тела, есть ожирение, есть метаболический синдром, есть векциральное ожирение, да, то есть когда большой живот, да, мы можем, то есть измерить мужчины и женщины, если измерить в районе пупка сантиметровой лентой, вот у женщины должна быть талия не более 80 сантиметров, у мужчины не более 90. И если объем больше, да, то мы можем уже говорить о висцеральном ожирении, здесь появляются повышенные риски тромбообразования, различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, ну и в том числе риски смерти, например, вот для мужчин там после 40 лет. То есть это серьезно. И таким людям, конечно, мы рекомендуем дополнительно применять в своем рационе хлорелу и спирулину как добавку. Известно, что она способствует снижению плохого уровня холестерина. Скажем так, сказала, наверное, не совсем правильно. Ну, вы знаете, хороший – плохой холестерин. Если в лаборатории, то это липопротеины низкой плотности, это обычно называют плохой холестерин. Вот когда они повышены и в целом общий холестерин высокий, вот это показания в том числе для приема хлорелы и спирулины. Что касается нашей красоты. Если есть какие-то дефекты кожи, если, например, есть фигментные пятна, если кожа тусклая, если есть какие-то на коже акно кожные реакции. Здесь мы смотрим, конечно, со специалистами должны определить причину, но это тоже показания для того, чтобы очистить наш желудочно-кишечный тракт, для того, чтобы дополнительно дать комплекс витаминов, минералов, аминокислот. И это способствует очищению кожи. При дате красивого оттенка до устранения, то есть борется в том числе с пигментными пятнами. Всегда я говорю какие-то из научных исследований, из научных статей, данные, что касается действия хлорелы и спирулины. Мы уже говорили про анемию. Кроме того, снижен иммунитет. Если человек часто болеет, если человек перенес какое-то сложное инфекционное заболевание, восстановительный период, обязательно нужно организм поддержать препаратом хлорелы и спирулины. Перед таким эпидемическим периодом, то есть когда было жаркое лето, было у нас много фруктов, овощей, зелени, солнышко, мы многие оздоровились, получили заряд бодрости, энергии. Здесь наступает осень, и часто уже перед зимой начинается подъем заболеваемости гриппа. Да, вот в недавнем еще прошлом коронавирус, сейчас он тоже есть, но, наверное, это сейчас на уровне гриппа тоже есть заболеваемость, просто уже не придают, наверное, такого значения этому. Как раз-таки в этот период, для того, чтобы не заболеть, можно уже в осенний период тоже пить, употреблять хлорелу и спирулину. Если есть онкозаболевание, известно, что синие-зеленые водоросли, хлорофилов их составит, да, ну и многие компоненты, витамины, минералы, в принципе, рекомендованы для поддержания здоровья онкобольных. Но если мы говорим про какие-то препараты, про лекарства, то это, конечно, по согласованию все с врачом, но организм в этот период обязательно нужно поддержать. Что касается данного препарата Фаберлик, хлорелла и спирулина, это натуральные источники витаминов и минералов, в натуральной форме, да, то есть вы знаете, что есть искусственное производство искусственных витаминов и минералов, у них совершенно, они похожи по химическому своему строению очень на природные витамины и минералы, да, формы, но они намного хуже усваиваются, потому что, казалось бы, даже вот две одинаковые химические формулы, а у них различная пространственная конфигурация, вот, у искусственных витаминов, например, и у природных. Поэтому вот такие добавки, например, как из водорослей, в них именно природная форма витаминов, минералов, которые имеют высокую биодоступность, да, напомню, биодоступность – это параметр, который показывает, как усваивается вещество в организме. Высокая биодоступность – значит, очень хорошее усвоение. И то же самое, что мы химическую таблетку выпили, и она там усвоилась совсем немножко, неизвестно, как она дальше пошла, метаболизм, и из натурального источника, да, бывает биодоступность максимальная, то есть хорошо усваивается и оказывает положительное действие на организм. Кроме того, известно, положительные свойства хлореллы и спирулины на женское и мужское здоровье. И даже я читала научную статью по поводу того, что рекомендовали данные водоросли употреблять при планировании беременности, так как увеличивает качество сперматозоидов и улучшает качество яйцеклеток, способствует хорошему зачатию. В том числе, не будем забывать, что в данных водорослях содержится большое количество качественного витамина группы В, в частности, фолиевая кислота В9, особенно в хлореле. И поэтому витамин В9, фолиевую кислоту, мы уже говорили, что обязательно назначают всем беременным в первом триместре, мужчинам и женщинам в период предгравидарной подготовки, когда они готовятся стать родителями. Потому что это способствует, во-первых, повышению, вот я уже говорила, качества женских, мужских половых клеток, и кроме того, без фолиевой кислоты невозможно развиваться нормально организму. То есть, есть такая врожденная патология, патология развития нервной трубки вот у малыша в первые 12 недель, которая часто несовместима с жизнью, если недостаточно фолиевой кислоты. Поэтому, конечно, всегда в биодобавках пишут, что беременность – это противопоказание. И на самом деле, я бы не экспериментировала, ну или хотя бы, например, проконсультировалась в период беременности на предмет употреблять водоросли или нет с врачом, хотя это, с другой стороны, натуральный продукт, но все равно, да. Но в период предгравидарной подготовки, когда мы готовимся стать родителями, обязательно мужчины и женщины должны принимать хлорелую спирулину, да, потому что это повысит их гормональный фон, да, улучшит их клетки, да, и будет способствовать нормальному зачатию здорового малыша. так. Я уже говорила, что в одной таблетке упаковки содержится наполовину 50% хлореллы, 50% спирулины. Они, можно сказать, дополняют друг друга, поддерживают иммунитет, мы уже говорили, то есть даже можно сказать, что являются таким натуральным, естественным иммуномодулятором. Источник хлорофила. Вы знаете, что у нас есть препараты разные сейчас хлорофила, например, в жидкой форме, которые назначают и рекомендуют практически при любом заболевании, при любом состоянии. Я расскажу свой лайфхак, для чего я использую хлорофилл. Я использую, увидела хорошее действие, ко мне приходят часто клиенты, как врачу-нутрициологу на частный прием, у которых есть различные заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастрит. И я вижу, что с помощью хлорофила идет такое натуральное заживление, каких-то, например, язв. Это очень указывает хорошее действие. То есть слизистые желудочно-кишечного тракта, я заметила, намного быстрее идет заживление. Поэтому, в принципе, когда есть заболевания желудочно-кишечного тракта, но мы говорим про онкозаболевания, когда что-то очень серьезное, тяжелое, которое требует хирургического вмешательства, я все-таки рекомендую пообщаться со специалистом, с врачом проконсультироваться, что можно, что нельзя. Но если, например, есть гастрит, если есть какие-то болезненные ощущения, то хлорела и спирулина, они обладают, это мощный иммуномодулятор, обладают хорошим рано заживляющим действием, восстановительным действием таким, и противовоспалительное действие оказывает, поэтому очень хорошо как раз-таки для заживления желудочно-кишечного тракта, когда есть проблемы и как раз идет восстановление. Потому что в принципе нет большой разницы в порошке или в таблетках. Кому-то легче в таблетках, если вам, например, неудобно применять таблетки, вы можете раздавить в тот же порошок и тоже принимать хлорену и спирулину. Понятно, что это источник витаминов и минералов. Здесь мы не можем оценить точно прямо до сотой количество витаминов и минералов, но в самих натуральных источниках то, из чего сделан данный препарат, содержится достаточно большое количество, мы уже говорили про витамин А и про витамины группы В, С, Д, в принципе вся линейка витаминов и минералов это все нужно обязательно организму для здоровья. Обе воздорожили оказывают ощелачивающее действие на организм. Так, что вы тут спрашиваете? Давайте я сейчас гляну. Валентина говорит, что как раз сегодня стала принимать таблетки. Ну, здорово. Интересно будет потом послушать ваше мнение. Если вы впервые принимаете, то как будут ощущения, например, через месяц, какие будут изменения? Так, Надежда пишет, я на учете по онкологиям более 20 лет вне врач запретил пить спирулину. Как вы считаете, он прав? Вы знаете, ну, обязательно надо, во-первых, спросить у врача, почему он против. Но давайте, раз уже у нас пошли такие вопросы, поговорим немножко, какие возможны вообще противопоказания по логике вещей. Ну, понятно, что у препарата может быть противопоказание, это просто какая-то индивидуальная непереносимость. Есть вообще хлорелая спирулина не является какими-то ярко выраженными продуктами-аллергенами, да, как там, например, мы знаем, что там яйца, молочка, цитрусовые, да, или что-то еще. То есть, нет такого действия. Но в любом случае, у некоторых людей может быть какая-то индивидуальная непереносимость. нужно смотреть, есть такая или нет. Иногда человек начинает пить препарат, я уже говорила, и у него начинаются вот какие-то побочные действия, которые не говорят об истинной аллергии, а говорят о том, что есть как раз-таки проблемы с жилищно-кишечным трактом, который не воспринимает, плохо вот переносит какие-то, например, клетчатку. То есть, если есть не только на хлорелу и спирулину реакция, у человека много на что, не знаю, на фрукты, на овощи, на какие-то с высоким содержанием грубых волокон какие-то продукты, да, вот некоторые не переносят, у них болит желудок, когда они едят водоросли. Хотя здесь еще тоже надо смотреть, как человек переживает, потому что если мы хорошо переживали пищу, мы уже, как говорится, наполовину переваренная пища, хорошо пережеванная, да, если идут грубые волокна сразу к нам в желудок и там еще есть какие-то проблемы, нарушения, то здесь, конечно, возможны побочные действия, да, но мы говорим, что может быть такое, что у кого-то индивидуальная непереносимость. Может быть высокая чувствительность, например, к бета-каротину, да, то есть это пришественник витамина А. Как мы можем это понять, например, когда человек съедает что-то с высоким содержанием бета-каротина, например, ту же морковку, да, у него очень быстро, там, пару морковок съел, начинаются такие пожелтения немножко кожи. Я не знаю, вам рассказывала как-то или нет, у меня есть такой случай в жизни. Давайте я вам расскажу, да, отвлечусь, тем более у нас времени сегодня достаточно. У меня, ну, не буду скрывать, у меня есть брат, из детства, однажды утром он проснулся, весь, весь желтый, то есть желтая вся кожа, руки, ноги, лицо, да, ну, конечно, первая мысль, что какая-то желтуха, наверное, мама, и нужно обратиться к врачу. Ну, когда стали разбираться, брат был подросток, и он где-то прочитал, что морковка помогает расти, и стал ежедневно есть салаты белкоизмельченные там с сметаной с этой морковкой просто по полкилограмма и больше. И вот где-то он так ел неделю, и у него как раз-таки была ярко выраженная реакция вот на бета-каротин. Понятно, что когда морковь убрали на пару дней, цвет кожи прошел. Но здесь я не говорю, что высокая чувствительность, здесь на самом деле человек переедал моркови. Это не очень не опасное такое состояние, и если вдруг вы кому-то порекомендовали хлорелу и спирулину, и вдруг вам человек звонит и говорит, я весь желтый, что мне делать, там, спирулина плохая, нужно срочно идти там печень проверять, ничего не надо, попробуйте снизить дозировку. То есть не 6 таблеток, попробуйте пить 4. У вас уменьшится концентрация бета-каротина и не будет такой проблемы, потому что бета-каротин это не бета-каротин, это не какое-то токсическое вещество, то есть это предшественник витамина А, который легко выводится с мочой. Да, то есть ничего страшного не произошло. И вообще, как отличить желтуху от нежелтухи, если бы еще вот эскверы были такие желтые-прижелтые, тогда уже тут надо, наверное, к врачу или скорую смотреть там уровень билирубина и так далее. Ну, а если переел морковки или переел немножко хлорелы со спирулиной, тут не так смертельно. Все отлично, организм сам может вывести избыток, если вдруг что-то случилось. Так, при изжоге поможет. Опять, такие желательно по Наталье со специалистом посоветоваться, потому что изжога может иметь разный характер. Как правило, изжога – это когда усиливается у нас, увеличивается кислотность желудочного сока. Вы знаете, что в желудке выделяется соляная кислота, то есть это естественно и там очень низкий низкая концентрация, низкий уровень ВН. То есть такая сильная кислотность. Это нормально для того, чтобы переваривались, у нас начинали перевариваться белки, ну, а дальше они уже там на аминокислоты расщепляются, кишечники усваиваются. Иногда при изжоге начинают, конечно же, рекомендовать пить какие-то препараты, которые поддерживают кислотность. Но здесь тоже палка о двух концах, и когда очень человек постоянно принимает сидит на амепрозоле, ну, или же чем-то подобным, когда его организму нужна эта кислотность, а он ее постоянно гасит, организм еще больше вырабатывает при соляной кислоты. Да, поэтому здесь нужно разбираться. В принципе, можете попробовать при изжоге, потому что, ну, смотря, чем вызвана изжога, опять-таки, да, надо смотреть, какая причина. Вот, в принципе, можно попробовать. Нету у спирулины и хлорелы именно такого действия, чтобы понижать кислотность, то есть, это не сода, не какие-то препараты, вот, но если действительно понижена кислотность, понижена, наоборот, я говорю, повышена кислотность, да, когда очень эскипаж, то есть, очень сильная кислая среда. Может, это способствует образованию каких-то вот воспалительных реакций на слизистой желудка и как раз-таки спирулина и хлорела способствуют заживлению этих воспалительных реакций. Я уже говорила, что это мощный антиоксидант и оказывает мощное противовоспалительное действие. Можно попробовать принимать, учитывая, что это натуральный препарат. Так. Для профилактики Валентина принимает. Ну, это правильно, потому что то же самое, что вы принимаете комплекс витаминов и минералов, только у нас, к сожалению, существует множество препаратов, особенно обтечных, но вот если посмотреть на состав, любой специалист, который вот разбирается именно внутри циологии, да, то есть понимает, какое количество нужно витаминов, минералов, в какой форме, понимает, что там часто такие мышиные дозировки, то есть мы платим за воздух, которые плохо усваиваются, которые мешают усвоение друг друга, то есть это я говорю про многие витаминно-минеральные комплексы, ну не про все, конечно. Вот, здесь такой у нас натуральный витаминно-минеральный комплекс, спирлина, блюст, холорелла, действительно мы можем принимать, можем принимать постоянно, но я рекомендую все-таки, если вы принимаете даже передами, пить вот не меньше трех месяцев, тогда точно вы обогатите свой организм витаминами, минералами, не переживайте, избытка никакого быть не может, во-первых, сейчас мы все находимся в дефицитах, а во-вторых, я уже говорила, что витамины, минералы с натурального источника, они замечательны, сами избыток выходит у нас с мочой, поэтому передозировки точно у вас не будет, не переживайте. Так, можно ли этот БАД пить с другими БАДами, как сочетать, в какое время лучше пить? Ой, сейчас, минуточку. Мне с собой нужно это попить, я приболела немного, но я думаю, уже выздоравливаю и на нашей лекции плохо это не скажется. Так, можно пить с другими БАДами, да, то есть это не какое-то не лекарство, это просто добавка к пище, можно пить с другими, вообще рекомендуют хлорелу и спирулину принимать утром до еды, да, например, за полчаса до еды вы принимаете взрослые 6 таблеток хлорелы и спирулины с водой, можно растирать в порошок, если хотите. Что я еще знаю, что, например, есть исследование, что витамин СН повышает усвоение витаминов, минералов вот со спирулиной. То есть было такое небольшое исследование, да, и эффективность данного, эффективность водорослей приема, да, в БАДах была более эффективной, если принимать совместно с витамином С. Это не значит, что нужно за полчаса до еды обязательно с таблеткой витамина С принимать, но, но в этот период нужно не забывать, что в нашем рационе должно быть достаточное количество овощей, например, там, перец болгарский, да, капуста, то есть овощи, фрукты, где содержится витамин С. Это будет усиливать еще положительные действия хлорелы и спирулины. Так, в марте будут эфиры, да, Наталья, есть уже план, в марте будут эфиры, тоже в среду, наверное, будут выходить, у вас будет расписание, будем с вами общаться. Врач говорит, что как алоэ может спровоцировать новое образование. Так, ну, у врача, возможно, есть данные, я скажу честно, я не мониторила прямо все исследования, их достаточно много по поводу водорослей, хлорелы и спирулины, конечно, там много уникальных положительных свойств открыто данных водорослей, вот, но мы говорили про противопоказания, и потом я вот, интересно, ушла уже в другую тему, рассказала вам про брата и все остальное. Значит, мы говорили, что какие противопоказания могут быть при индивидуальной, непереносимости, при чувствительности к бета-каротинам, да, к бета-каротину, еще при желчекаменной болезни увлекаться спирулиной и хлорелой не рекомендуют, да, потому что есть вероятность, что это может как-то сдвинуть и пойти в движение вот этих камней в желчном пузыре, ну, то есть я такое читала, так что давайте с осторожностью. Камни в почках то же самое, если есть камни в почках, с осторожностью, потому что все-таки это иммуномодулятор, и здесь большое количество содержится различных минералов. Так, и что еще интересно, в водорослях есть витамин К, и витамин К это такой натуральный антикоагулянт, поэтому, то есть то, что разжижает кровь, если вам нужно это свойство разжижения крови, то здорово, но если человек уже бьет какие-то антикоагулянты, у него есть хронические серьезные заболевания, там, не знаю, заболевания сердечно-сосудистой системы, если он пьет какие-то уже препараты лекарственные на постоянной основе, которые разжижают кровь, нужно это уточнить, тогда нужно посоветоваться с врачом. Здесь нежелательно принимать хлорелу и спирулину, ну, по крайней мере, увлекаться, может быть, в небольшой дозировке, один месяц, как профилактика, да, но постоянно нет, потому что можем спровоцировать вот какое-то кровотечение. Ну, и при беременности и лактации всегда пишут все биодобавки противопоказанные, да, потому что я уже говорила, что исследования на беременных, как таковых, не проводят. поэтому, что касается хлорелы и спирулины, теоретически, конечно, женщина в этот период еще больше состоит в группе рисков по дефициту всех белка, витаминов, минералов, но вот неизвестно, как именно действуют хлорелы и спирулина на ребенка, да, на организм, не было исследований, поэтому вот, ну, лучше не экспериментировать, наверное, ну, или по крайней мере посоветоваться с своим лечащим врачом. Так, еще какая вещь, если очень светлая у вас кожа, если вы один из тех людей, который выходит летом на солнце и сразу сгорает, да, которому нужен там с высоким фактором чувствительности крем, чтобы защитить себя от солнца, то вам тоже в этот период, в летний период, если вы особенно едете и знаете, что будете загорать, много находиться на солнце, в этот период лучше сделать паузу по приему хлорелы и спирулины, потому что известно, что данный препарат способствует повышению чувствительности к солнечному свету, то есть, ваша кожа еще будет более уязвимой по отношению к солнцу, то есть, больше риск каких-то там получения ожогов, вот, есть такой еще момент, так, по презентации у нас все, я посмотрю, ли есть ваши вопросы, у нас немножко есть времени ответить на вопросы, вот, я смотрю, было, что-то не было, так, по предыдущему обучению, при недостатке витамина D19, можно ли принимать по 3 капсулы витамина D и как долго? Ну, хорошо, так, витамин D20, это очень низкий, надо поднимать нормальные уровни примерно от 60 до 80, по 3 капсулы нужно принимать, я бы, честно говоря, принимала больше, то есть, можно принимать в 1 месяц там точно где-то 10 тысяч международных единиц витамина D, ну, я вот говорю, то есть, профилактические дозировки в 2005 дефиците, они, я вам говорю, по опыту не помогают, то есть, здесь можно пить, ну, 3 точно, можно пить и 5 где-то в день, каждый день, то есть, пьем месяц, потом переходим на меньшую дозировку, например, 3, еще 2 месяца пьем по 3 капсулы ежедневно, да, то есть, 5 капсул, 1 месяц, потом 3, 2 месяца по 3 капсулы и делаем перерыв недели-две и идем сдавать анализ, то есть, мы сдаем анализ на витамин D, чтобы проверить вообще, у нас повышается, не повышается, потому что, если мы пьем, например, у нас не повышается или повышается ненадолго, а потом опять просадка по витамину D, нужно искать, в чем причина, возможно, проблемы с желудочно-кишечным трактом, просто витамин D, может, не усваивается, да, и тогда нужно уже идти к врачу, потому что даже назначает в таких случаях высокие загрузочные дозировки, тут мы говорим уже про лекарственные препараты, возможно, единоразовая, даже там загрузка витамином D, там 100 тысяч международных единиц, 200 тысяч, ну, это, конечно, там не ежедневно будет, например, раз в месяц или раз в полгода, это уже, конечно, такие дозировки назначает или контролирует только врач. Но витамин D очень важен, это гормоноподобный витамин, поэтому здорово, что вы проверяете и пьете. То есть я всем рекомендую и не пить просто вот 2000 и все. Ну, если вы не знаете своего значения, то пьем 2000 международных единиц, да, Фаберлик. Если не знаете, идем в лабораторию, узнаем свое значение. Если оно, ну, даже меньше 50, я бы сказала, то стоит пить более высокие дозировки, то есть 2-3 капсулы в день витамина D. Вот. Так, я принимала, ага, тут у нас про витамин D, про витамин D, 3 капсулы до 3 месяца. О, ну, поднялся, здорово. Да, вы видите, как хорошо работает витамин D, Фаберлик. Витамин D достаточно медленно поднимается, не ждите, что 1 месяц и все, то есть 3 месяца, у кого-то полгода. Если есть там метаболический синдром, ожирение, гипотириоз, если проблемы там с желчным пузырем, то вообще очень долго может подниматься, но все равно нужно иметь на уровне, чтобы все было в порядке с организмом. Так, у дочки, подростка, с 3 растяжки на ногах появились после резкого набора веса при приеме лекарства. Посоветуйте, можно Доброген? Вот это же и про Доброген пошли, да? Про... Так, это же я сегодняшний комментарий читаю, да? Да, по предыдущим лекциям. Ну, давайте ответим. Ой, сколько дочке лет? Вообще, эти добавки, они для взрослых. Дочка уже взрослая или хотя бы подросток, просто не написано растяжки на ногах после резкого набора веса. Ну, наверное, да. Наверное, раз спрашиваете, то а 16 лет... Ну, все равно, это же только подросток, да, 16, 17, 18, ближе к взрослой. Вы знаете, можно попробовать Доброген. Для кожи хорошо, да, глюкозный тамин, коллаген, это очень хорошо для кожи. Но для кожи также мы сегодня говорили, что великолепное действие на кожу оказывает и хлорелла со спирулиной. благодаря тому, что там большое количество аминокислот. Опять-таки, чтобы восстановить кожу, нужен строительный материал, да, полноценный качественный белок, нужен количество большой минералов, да, цинк в том числе. И, что мы еще говорили, да, что отличное действие оказывает на кожу, вот, полиненасыщенные жирные кислоты, здесь все есть в комплексе. То есть, я думаю, дочке можно в том числе и попринимать хлореллу со спирулиной. Витамин D, омега-3, как принимать? Можно принимать витамин D, омега-3 вместе. Нужно ли разделять прием? Или можно пить вместе? Валентина, можно пить вместе витамин D и омега-3 жирные кислоты. Это жиры, они хорошо достаточно усваиваются. Усваиваются. Рекомендую их принимать в первой половине дня, то есть, не вечером, а утром, за завтраком, ну, или за завтраком, или сразу после завтрака, потому что, да, причем, чтобы в приеме пищи было достаточное количество жиров, потому что без жиров жирорастворимые витамины не усваиваются. Там, конечно, есть в капсулах уже жир, но все равно хочется, чтобы было его побольше, чтобы точно выделилась желчь, и тогда хорошо будет усваиваться, если, в принципе, желчнокишечный тракт достаточно здоровый. Так, Наталья пишет, что проверяться пошла благодаря вашей лекции, так как периодически принимала по одной капсуле. Вы знаете, можно ли за один прием пять капсул, или их разделять? Нет, можно не разделять. Витамин Д, витамин Д, он имеет накопительный эффект. Его даже, есть в некоторых рекомендациях, пьют там раз в неделю такие повышенные большие дозировки, да, можно пить раз в день. Одна капсула для профилактики замечательна. Говорила уже, что если есть дефицит, то одна капсула не поможет, она не восстановит, это нужно, я не знаю, сколько пить, но, вот на моей практике, то есть меньше 4 тысяч единиц, оно не видно, не успевает подняться витамин Д никак. Вот, поэтому правильно, что вы сделали, что вы проверили витамин Д, Наталья, и пять капсул можно пить. Да, существуют даже препараты и капсулы, где в одной дозировке там сразу 10 тысяч международных единиц, 50 тысяч. То есть, с витамином Д так можно. Я не говорю про все витамины, именно про витамин Д. Что относится к жирам? жиры, это растительное масло, сливочное масло, яйцо, вот желток, это жир, да, не знаю, там, авокадо, сейчас модно завтракать, да, это не совсем наш продукт, но он достаточно полезный. Вот. Взяли кашу, если вы сварили, можно заправить сливочным маслом или нерафинированным растительным маслом. Вот, пожалуйста. Так, при акне воспалении 16 лет, что вы посоветуете? Если комплексная работа, здесь проверяют обычно на дефициты, да, что у ребенка есть, если есть дефицит, там, железа, дефицит белка в рационе, то это все восполняют. Часто акты – это появление нездоровья желудочно-кишечного тракта, да, ну, а также в подростковом возрасте есть у нас, там, у детей повышенные, бьют гормоны, как говорится, в голову, и в связи с этим и настроение меняется, да, ребенок становится иногда совершенно другим, ну, и в том числе акне, вот, по этой причине в том числе. Из препаратов опять-таки обязательно смотрим, чтобы достаточно было витамина Д, чтобы не было железодефицита, цинк, хлорелла, спирулина, да, в подростков это замечательно, потому что им в этот период, то есть это большой риск, у них образуются в этот период дефициты, ребенок резко идет в рост, и поэтому все, что есть в хлорелле, в спирулине, то есть большое количество аминокислот, большое количество витаминов, минералов, то есть большой набор полноценных, это хорошо подойдет и подростку в том числе. А вообще, я говорю по опыту, если попробовать убрать сахар, то, возможно, ребенок через неделю увидит волшебство, у него очистится, начнет очищаться кожа, потому что сахар тоже не способствует ухудшению качества белковых молекул, качества кожи. Ну и там более сложная система, связанная с иммунитетом, воздействие на иммунные клетки. Короче, вот попробуйте еще убрать простые углеводы. Ну, это не всем удается подросткам, но если он очень хочет ребенок с чистой кожей, то вот может пойти на это. Рак коронопочечника, все удалено. Можно принимать хлорелоспирулина. Вы знаете, что касается онкозаболеваний, все-таки надо посоветоваться со специалистом. Тут важно понимать состояние человека, в какой стадии находится и какие препараты принимает, потому что есть все-таки какие-то противопоказания, да, и есть исследования, которые касаются онкобольных и приема хлорелоспирулина. Тут все-таки со специалистом. Омегу-3 подключить к витамину Д в какой дозировке? По две капсулы в день. Так, Наталья, у которой дефицит был, да? Тут вопрос один за третий. Да, у которой 20 витамин Д. Омега-3 не меньше тысячи, чтобы было ЭПК плюс ДГК. ЭПК плюс ДГК это вот жирные кислоты, количество их написано на баночке должно быть. Вот посчитайте, чтобы там желательно было около тысячи. То есть принимается тысяча-полторы тысячи миллиграмм. Нет, получается полтора грамма, да, получается полторы тысячи миллиграмм ЭПК плюс ДГК. Вот именно считают эти жирные кислоты, которые есть вот в омега-3. Вот. И можно вместе принимать с витамином Д. Ну, в принципе, все. Я, как всегда, рекомендую вам смотреть, слушать лекции, принимать активное участие. Если вы хотите научиться самостоятельно разбираться вот в нутрициологии, в дозировках витаминов, минералов, хорошо парировать этим, да, и быть даже экспертом своей ниши в компании Фаберлик, вы можете приходить тоже в университет персонализированной диетологии и нутрициологии. У нас есть как раз курсы для нутрициологов, где вы получите корочку и можете тоже самостоятельно в этой теме плавать очень уверенно, да, то есть не хуже, чем какой-то медработник, это точно, да, возможно, и лучше. Так. Тут еще спрашивает Ирина про ребенку 5 лет, можно ли хлорелоспирулина. Вы знаете, вообще пишут везде, что это препарат для взрослых, также я слышала, что употребляют подростки, нету каких-то исследований вот про детей, ну, вы можете попробовать, естественно, не по 6 таблеток, попробовать одну-две таблетки, потому что что это такое? Это водоросли, добавка к пище, да, водоросли мы не можем часто есть, потому что это не всегда вкусно или в составе каких-то салатов, там куча всяких добавок, а это вот концентрат. Ну, можете попробовать дать, ну, вот, под свою ответственность ребенку, там, допустим, эту там таблеточку, если он это будет есть. Теоретически можно, но, опять-таки, в инструкции этого вы не найдете, это под свою ответственность. Я вас благодарю за внимание, мне с вами было очень комфортно, хорошо, вы замечательная, благодарная аудитория, вот, и до следующей встречи. До свидания.